Всем привет ещё раз. Смеюсь, смеюсь. Женщина пришла, говорит, а где можно посмотреть вот такую шаль, которая на вас? Я говорю, это не шаль, я просто сегодня пришла вот так, а здесь, чем дальше в лес, тем больше дров, холодно. Это одеяло у нас такие, которые, кстати, Оля, о твоих ощущениях расскажи, Оля Вольсбург, ты одно такое взяла, они у нас по акции сейчас по 20 евро вместо 39. Женщина спрашивает, какое красивое шаль, я говорю, это не шаль, это одеяло. Просто, знаете, вот мне в нём, оно такое мягенькое, тёплое, мне в нём так приятно, так классно, вот такое кушель дека. Кушель – это обниматься. Вот есть такое слово кушель дека, дека – это вот то, что на мне, а кушель – обниматься, кушель дека, вот такое вот. Я, знаете, чем хотела похвастаться и заодно сделать объявление? Вчера меня на работе не было, но я знаю, что, Кристина была вчера в Госларе, и она у моих соседей оставила коробочку. Я сейчас вам покажу, что внутри, хотя я знаю, что там внутри, но вам тоже будет интересно, и заодно те, кто меня смотрит, узнают свои заказы. Я признаюсь честно, я где-то, я где-то потеряла ножницы, я их найти не могу. Как бы, сейчас будем смотреть. Кристина, кто ещё не знает, это наш филир. И с Кристиной 21 августа мы будем проводить мастер-класс. Это первая часть мастер-класса. Такие базовые знания, скажем так. Кто захочет дальше развиваться в этом направлении, мы уже прописываем структуру для второго, более усложнённого мастер-класса. Берём только четыре человека. Не забывайте, обращайтесь. Ой, как всегда, шик, блеск, красота. Валентина, это для вас. У нас здесь два заказа. Кто не знает, кто недавно к нам присоединился в наш ведьминский котёл, то я сейчас так шучу. Это камень, волосы Венеры. Называют немцы рутиловый кварц, рутиль кварц. Волосы Венеры. Я всегда говорю, что... У меня вот такой же, только я ещё прицепила на карабинчике пентаграмму. Только я всегда вот говорю, что это должна иметь каждая девушка, каждая женщина при себе. Венера, богиня любви. Вот этот камень приносит вам счастье. Обратите, пожалуйста, внимание, вот за что я по-особенному ценю работу Кристины. Она изначально, как только начала с нами работать, она сразу сказала, карабины ставить будем вот такие. Это всё 925-е серебро. Магия любит натуральность. Это не бижутерия. Это натуральный камень, натуральное серебро. Посмотрите, пожалуйста, какие карабины подбирает Кристина. С длинными ногтями, короткими ногтями, любыми пальцами, на ощупь, в темноте. Это настолько удобно. Это намного лучше, чем вот эти малюпусенькие карабинчики. Валентина, мы для вас сделали это с удлинением вот здесь. То есть не просто застёжка, а с удлинением. Вот максимум, да? У меня, если я не ошибаюсь... Нет, у меня тоже с удлинением, но я люблю повыше. Вот. Волосы Венеры. Кому интересно, кто ещё не знает, что это, пишите. Кстати, я могу себе представить зелёное сердечко. Hello. Guten Tag. Тоже здесь. Дальше. Не помню, как зовут. Пожалуйста, отзовитесь в комментариях. А лучше всего в личном даже сообщении. Девчонка из города Брауншвайх, которая заказывала вот этот набор. Наконец-то всё пришло. Я сейчас побегу на секундочку к своим туристам и вернусь обратно к вам. Так, возвращаемся. Ко всей красоте. Валентина, волосы Венеры я показала. Отлично. Я рада. Забираю с собой. Не помню, не помню, как зовут. Не обижайтесь, Брауншвайх. Вы очень давно ждёте. Опять-таки, большой карабин. Кристина, огромнейшее спасибо. Это очень-очень удобно. Это практично. Чёрный турмалин. Шерл. И натуральный тигровый глаз. Крестик. Отзовитесь, пожалуйста, в комментариях, потому что я не могу найти сообщение. Не помню, не помню, как сохранила. Не помню, под каким именем сохранила. Как правило, сохраняю в зависимости от того, что люди хотят купить. Вы поняли? Сначала имя, потом вот то, что хотят купить, и потом город. Чтобы легко было найти. Знаю, что только Брауншвайх. Кто из Брауншвайга это заказывал? Вы у меня были в магазине, вы в курсе, да? Вот всё, это пришло. Чем я буду сейчас заниматься? Точнее, что мне нужно сейчас сделать, пока время ещё есть? Мои туристы до заказали чашечку и вот такую пиалочку от Матильдочки. У них они собирают набор чёрно-розовый. Очень-очень-очень быстро нужно это отправить, потому что ждут уже неделю. Затем у меня есть ещё туристы, которые ещё один набор заказали. Я сейчас просто смотрю, где у нас. Поэтому можем вместе с вами это уже сделать. Вообще, я всегда рекомендую, когда люди приходят в магазин, я всегда их прошу, вот понравилось вам что-то, постарайтесь такие вещи, как фарфор, лучше взять на месте, потому что пока вам это не доставят, я не успокоюсь. По крайней мере, мне было бы спокойно, если бы люди там в магазине брали. Но иногда не решаются, иногда возьмут, а потом говорят, вот мало, почему я не взял больше? Поэтому, когда я упаковываю такие вещи, то, конечно, мне бы не хотелось, тем более, вещи-то очень эксклюзивные, не хотелось бы, чтобы это разбилось, и чтобы вы просто понимали, что для трёх вот таких вот маленьких, вообще, маленькая чашка, маленькое блюдце, маленькая пиалка, минимум пойдёт вот такая коробка. Это всё мы упаковываем. У меня сегодня две посылки, которые я должна отправить. Я это сама отнесу на почту, потому что с почты даже в субботу забирают посылки. Я такое слышала. Я думаю, что нам сегодня с вами ещё предстоит даже экскурсия по Гославу. Если кому-то нужны лампы, полотенца, люстры, пишите, пожалуйста, у меня люстры тоже есть. На которые, кстати, на люстры и на лампы акция идёт, наверное, с весны уже. Кто-то люстры найти не может, обращайтесь, у нас есть люстры. Только всё, конечно, в этом нашем красивом французском стиле. Так, чашечка. Посмотрите, какого размера стала чашка. Так и осталась у нас пиалка. Собираю это всё до конца, потом вместе с вами идём на почту. Уже вечер, я собираюсь. Хорошо, что у меня на складе ещё есть такой мой тревожный чемоданчик, как эта мама говорит. Там у меня зимняя, тёплая одежда, тёплая обувь. Думаю, господи, ну неужели у меня здесь ничего нет? Потому что я сегодня настолько замёрзла здесь, что у меня даже соседи предлагали какие-то кофты, какие-то куртки. Я говорю, не надо, я посмотрю, что в моём здесь шифонере ещё есть. Вот такая погода в Германии. Хотя я всегда говорю, что кто едет в регионы Харц, здесь неравнина, здесь горы, одевайтесь всегда теплее. Ну как можно после того, как 41 градус был здесь, жары на солнце, поверить, подумать, представить, я не была всего лишь один день здесь, что будет так холодно. Уже рабочий день окончен, вечер, все магазины закрыты. Я упаковала ещё две посылки. В одной диффузор, во второй посылке набор фарфоровый. По сутке я вам это показывала. У меня не получилось сегодня выйти из магазина и это отправить, по той причине, что было очень много туристов. Сегодня был концерт на площади. Группа из Дании. Я не знаю, как назвать этот инструмент, вот эти вот такие дудки. Но соседи все сказали, звучит как большие похороны. В общем, несколько часов они там играли. Мы слышали даже сюда аплодисменты и музыку. Сейчас тоже всё закончилось. Вообще сегодня, вот если я сравню по туризму, то в основном это Дания. Одна женщина приходила, немка, которая в совершенстве говорит на французском, потому что у неё дед был француз, и она себе как профессию выбрала переводчик, и она французский учила с детства, и в итоге в институте она его учила. И в общем, была очень интересная, смешная ситуация, потому что я была занята другими людьми. Они подошли вот к этому столу. Редко кто читает, что там написано. Скажу честно, это, возможно, второй случай за шесть лет, что кто-то прочитал. В принципе, поинтересовался. Она говорит, это мыло, потому что вот здесь стоит салон. Я говорю, это не мыло, это парфюмированные камешки, парфюмированная керамика. Она говорит, ну там ведь написано, мыло, или что-то для души, что-то в таком роде она перевела, Вольфюлин. Вольфюлин, ну я переведу это на русский язык, с немецкого, как для души что-то. Вольфюлин, это когда вы себя чувствуете хорошо. Я говорю, но там написано и, в общем, мы посмеялись. Мыло и что-то для души. Поэтому говорю, оставим это как что-то для души. Начали с ней общаться. Оказалось, что она все-таки знает эту марку и говорит, во Франции очень часто встречается, даже в цветочных магазинах. Ну да, французы очень любят и гордятся Матильдой М. Кстати, сегодня приходила девочка, около 10 лет ей на вид, которую зовут Матильда. Матильда, красивое французское имя. У нас все равно в какой-то степени еще она и ассоциируется с мультиком Карлосом, да, говорит, Матильда, пойдем. Хочу вам еще раз показать, каких камешков осталось у нас мало. Жасмин это то, что сейчас в магазине номер один. В магазине, здесь. Хотя я бы сказала, что на YouTube канале, на нашем диванном магазине тоже Жасмин и Фрези, они вот идут на говногу. Эти два аромата, которые сделала Матильда недавно, они, я думаю, что в программе останутся, потому что их берут очень хорошо. И Жасмин, и Фрези. Видите, да? Я специально закрываю вот этот бантик, рукой, потому что некоторых людей с толку сбивает золотой цвет. Если вам этот цвет не подходит, вы можете любой другой бантик прицепить. Но мне кажется, вот что-то в этом есть. Тем более, что золото, оно всегда в тренде у французов. Камешки эти стоят 5,50. Давайте, наверное, вот так поставлю, чтобы видно было камешки. вот такие платьица маркиз-двень. Осталось их, ну, тоже немного, относительно немного. Можно вот так, например, соединить, можно подвесить, положить. Если у кого-то день рождения, можно взять красивую коробку конфет, на ней распределите различные камешки. Ну, если там, например, такой-то подарок денежный, тоже можно как-то с деньгами красиво упаковать. Такие подарки, комплименты, но это подарки, которые имеют своё свойство и радуют человека ещё многие-многие дни, не только в сам день рождения. Хотя, если бы я, например, сравнивалась это с цветами живыми, это, конечно, практичнее, но это не значит, что цветы живые дарить не нужно. Почему? Нужно. Тапочки. Это сегодня самый часто продаваемый, я бы сказала, камешек почему-то среди платьев, цветочков реагирует в первую очередь на камешки. На тапочки, я имею в виду. Sorry, потому что у нас тут сегодня был польский, был немецкий, был английский, у меня уже язык просто запутывается. Вот такие-то потушечки. Всё, что я сейчас показываю, стоит 5,50. Маркизка. Последние три. Ведьмочек сегодня. покупали с камешком, как ни странно, жасмин. Несколько штучек. Но в основном сегодня лидер по продажам это вот эти тапочки. Как-то так. кто у меня спрашивал? Пёрышки. Пёрышки тоже есть. Рисовая пудра. Называется этот аромат. Вы знаете, очень красиво смотрится, если, например, положить на поднос и поставить какие-то свечи. Опять-таки, вот этот вот бантик, он, конечно, придает визуально такой объём какой-то, я бы сказала. Но если вдруг вы решите, что вы хотели бы такие перья подвесить, не вопрос. У меня девчонка одна заказала эти перья. Вот здесь достала. этот бантик и подвесила их вот так. То есть, их можно на самом деле подвесить тоже. Либо вы вообще полностью достанете этот бантик и сделаете так, что у вас и здесь бантик, и здесь ещё дополнительно. Видите, да? То есть, можно и повесить. Кстати, очень бы красиво смотрелось на ёлке, скажу вам честно. Хотя не имеет никакого отношения к Новому году. Букет-присъём. Вот этот камешек. Интересный такой аромат, как многие говорят, вроде бы как есть и как бы этого и нет. Вы знаете, он довольно-таки интенсивный, если его сравнить с маркизой, но не забывайте, что камешки не пахнут только, когда мимо них проходишь. А вот если вы хотите, чтобы в комнате пахло, то это уже история, конечно, для диффузора. Как-то красиво ещё чашечки показать в андроците. Смотрите, стоят 32 евро. Делайте скрины, заказывайте в WhatsApp. Я сейчас уже буду заканчивать, потому что мне нужно сделать ещё штрафовую работу. Штрафовая работа я называю работу бумажную. Сортировать бумажки. Терпеть этого не могу, но работа не волк, к сожалению, не убежит в лес, поэтому придётся это делать. Если у меня получится, то я сегодня ещё немножечко покажу вам Гослар. А завтра, может быть, я точно не знаю, обещать не хочу, но 50 на 50, возможно, завтра будет прямой эфир здесь. Всех целую, обнимаю, пока. Будем сейчас с вами путешествовать по городу Гослар. Вы знаете, сегодня, когда я утром ехала на работу, я потеряла примерно полчаса по той причине, что там закрыт один перекрёсток на ремонт. В Зальцгиттере тоже перекрыта дорога между Госларом и Зальцгиттером, и поэтому я понятия не имею, как я сейчас доеду обратно. Потому что Гослар, он очень маленький, но здесь очень много улиц с односторонним движением. А следовательно, если ты один раз поедешь неправильно, то приходится объезжать полностью с всего города. И, в общем, лучше вообще, честно говоря, если ты улиц особо здесь не знаешь и ездишь всегда по одному и тому же маршруту, лучше, наверное, всё-таки пользоваться навигацией. В общем, мы сейчас едем, и пока мы едем, смотрим, наслаждаемся красивыми фахверковыми домиками. Обратите внимание, на пустые улицы у меня очень часто спрашивают, говорят, Галина, что люди вообще по улице не ходят. Вы знаете, ходят, но вечером, как ни странно, вот настолько они здесь ценят тишину. В центре ты видишь людей только в ресторанах. те улицы, на которых есть только магазины, там не души. Вот где мы сейчас с вами едем, здесь, в принципе, там и магазинов толком нет, здесь только люди живут. Кто смотрел экскурсии, когда я ходила на экскурсию, приезжал экскурсовод из Ганновера, Сергей, мы рассказывали историю вот здесь этого храма, который находится во дворе с правой стороны. Сланцевые домики, откуда добывали сланец. Почему здесь только сланец и дерево? Потому что то, что у них на тот момент было в регионе, то они и взяли. Мне настолько интересно, как мы доберемся домой, потому что дорога там закрыта. Может быть, нам все-таки повезет. С правой и левой стороны будут виллы. Им около ста лет этим виллам. Супер. Красный. Зеленый. Видите, с левой стороны? Я надеюсь, камера это передаст. Красивый балкон и совершенно другой стиль. сто лет назад это была окраина. Это не был центр. А сейчас это центр. Ну, относится к центру, я бы сказала. Там в основном арендуют это под офисы. Различные фирмы, врачи это под офисы. Тоже. Красный дом с правой стороны. В нем интересна крыша. Такая крыша сказочная. цилиндрические такие вот есть там, господи, как это называется? Крыша, в общем. Да, перекрыто. Перекрыто. И как же теперь? Да, теперь Лангетсан. Хорошо. Значит, сейчас будем ехать через Лангетсан, потому что здесь стройка. Такой интересный, смешной светофор на колесиках. Посмотрите с правой стороны. Я очень часто задаюсь таким вопросом. Был локдаун, была пандемия, было все везде закрыто. Почему тогда нельзя было отремонтировать дороги? Ни души здесь не было, ни машины. Сейчас, когда опять люди возвращаются к привычному темпу жизни, перекрывают самые главные дороги, которые соединяют между собой города. Нет, конечно, можно поехать и по автобану, но ездишь, как правило, по тем маршрутам, к которым ты сам привык. У нас зеленый. В общем, еду сейчас экспромтом, понятия не имею, куда, как. А, вот так они это сделали. Все, я поняла. Тогда мы едем и ориентируемся на желтые линии, потому что желтым нанесено то, что временно на период стройки. только отлично. Для нас толком ничего не изменилось. Если бы не было этой стройки, то с правой стороны мы бы просто ехали. Так. Ага. Ну, все. Практически выбрались уже с Госмором. Какого?